Почему лисички никогда не бывают червивыми? Ставь лайк, если не знаешь. Все очень просто. Эти грибы содержат вещество хиномонозу, которое не переносит жучки, червячки и даже гельминты всех видов. Вещество это капризное, тепловую обработку не выносит, разрушается при температуре 50 градусов. При холодной засолке его разрушает соль. Значит, принимать лисичку нужно в виде сухого порошка, в капсулах или настоянной на водке ливене. Хиномоноза в лисичках – абсолютно натуральное вещество, не вызывающее побочных действий и уничтожающее паразитов и их яйца, в отличие от препаратов Вермахст и Пирантел, которые действуют только на половозрелых особей. Второе активное вещество лисичек – эргостерол, эффективно воздействующий на ферменты печени. Его применяют при ее очищении. Трометаналиновая кислота успешно действует на вирусы гепатита. Настойка Одну столовую ложку высушенных измельченных в порошок лисичек заливают 200 мл водки и настаивают 10 дней, ежедневно помешивая. Не фильтровать перед употреблением, сбалтывать и пить с осадком. При паразитарных инвазиях по 2 чайные ложки вечером перед сном в течение 20 дней. Заболевания печени, ожирение, гемангиомы, цирроз, поджелудочные железы по 1 чайной ложке ежедневно вечером 3-4 месяца. Гепатиты по 1 чайной ложке утром и вечером в течение 4 месяцев. Для очищения печени по 2 чайные ложки вечером 15 дней. В натуральной медицине лисичкам цены нет. Они обладают противоопухолевым и иммуностимулирующим действием, помогают при воспалительных заболеваниях, а витамина А в них в несколько раз больше, чем в морковке. Поэтому в Китае препараты из лисичек используют для коррекции зрения и лечения куриной слепоты. Если узнал что-то новое, ставь лайк и подписывайся на канал.